Есть просто некоторые опасения, что какие-нибудь опять у нас рехосты будут. Да, такого я ещё в доте не помню. Начинается у нас игра. Ничего смешного, кстати. Человек, между прочим, отравился. Так, я тут. Ты загрузился? Я сразу приближаюсь, всегда. Это точно был не я. Но мне не пришлось писать, что мой кастер, потому что все загрузились, и это... В общем, команда Jokes on you и команда Virtus.pro встретились между собой в пятом раунде. Состав команды Virtus.pro NS или DUNXI, Santa Crazy. Состав команды Jokes on you. Хиби, Топлес, Мисак, Эйбл, Эппл и What About My Star. Кто эти ребята? Я без понятия. Но они, как бы то ни было, но всё-таки смогли одолеть No Tide Hunter. На самом деле, если уж вы смотрите эту запись, всё в записи, то, в общем, надо сказать, что один из игроков No Tide Hunter получил пищевое отравление и не смог играть. Поэтому, в общем, техническая такая победа. Да, и пока, правда, неизвестно, виной там мы играли или нет. Может быть, они там так плохо играли, что стало плохо. Но мы желаем скорого восстановления и выздоровления игроку. Баны какие-то пока что очень... Не знаю. Очень пошлые, ну, в плане обыденные. Всё... Всё очень обычно. Сейчас ещё Nyx'ы забанят. Всё будет. Всё будет хорошо. Да, нет, там выбор-то. Сейчас будет пан в Nyx, потом пик котла. Первым пиком. Может быть, ВП возьмут себе виспа. Не думаю. Мне кажется, в ВП удобнее играть против. Ох, герокоптер. Ну, сейчас тогда Nyx. Ну, может быть, и Nyx. С другой стороны, без герокоптера. Да, это действительно Nyx. НС говорил, забавно, НС говорил, что это один из самых переоценённых героев, но он его пикает просто по кулдауну. Котёл. Ээнд... Ну, это больше котёл, наверное, не дать ВП взять котла, на мой взгляд. Да не, котёл хороший герой. Хотя, конечно, Nyx'ом против котла прикольно. Можно поиграть. Но, опять же, они вряд ли будут стоять прям котёл, шадоу-демон. В общем, начали с саппортов. Ну, забрали двух сильнейших саппортов, на мой взгляд. Всё, всё правильно. Ну, и НСК Рубика возьмёт. Тут можно к гадалке не ходить. Ярик любит этого героя. Ну, либо Бэйна. То есть тут, Валарик. Кого дадут, того возьмёт. Три задумались. Ну, затравили. Цикровизм, кстати, да. Вообще огонь. Почему бы и нет? Интересно. Вот мне просто вот... Ну, посмотрим, конечно, как сыграют Джоксон Ю. Но банить герокоптера и при этом не трогать Веспа... На мой взгляд, если ты банишь герокоптера... Ну, хорошо, ты забанил герокоптера. Взяли Nyx'а. Бери Хаоса Веспа. Там же нет герокоптера. ВП будет сложно давить. Ну, потому что реально герокоптер сейчас, во всяком случае, по моде и по тому, как его используют. ВП всегда, когда давят, они берут герокоптера на чужую сложную линию. Здесь герокоптер в бане. Так берите этого Хаоса Веспа. Ну, может быть, я подозреваю, что просто играть, может быть, не умеют так, как им хотелось бы. И поэтому не стали брать. Но опять сейчас Весп Хаос и чем... Фантом Лансер, Шадоу Демон. Не, ну вообще неплохо. Вот такой триплой тоже можно поиграть. Шадоу Демон, Фантом Лансер и Котел. Пик достаточно интересный. Ну, посмотрим, что теперь от ВП. Ну, если ВП дадут взять фуру и, там, Бэйна какого-нибудь, или фуру и Рубика, это всё. У меня какое-то двоякое ощущение, двоякое чувство к Фантом Лансеру. С одной стороны, герой хороший, с другой стороны, какой-то... А вдруг с этой игры начнётся восхождение Джой, и они будущие чемпионы Т3? Не дай бог. Давайте не с этой игры. Да, давайте со следующей. Да, со следующей. На следующем турнире, когда они выиграют Эмпайр, или какую-нибудь другую команду, без всяких пищевых отравлений, но не сейчас. Тинкер. В бане от ВП. Тут такое вообще просто... Комментарий в чате, но не очень майнерный, конечно. В общем, не буду я его озвучивать. Ладно. Так, так, так. Я все чаты пытаюсь охватить, так что ты там можешь следить за пиками. Да, я просто не могу следить за ними, прям. Так много экшена. Что просто... Грибы, дело такое, сперва ты за ними ходишь, потом ты от них бегаешь. Примерно то же самое. Лондруид и Квапа, но я так чувствую, опять сейчас какой-то соло-мид у Крейзи будет очень хороший, потому что подбанили Тинкера, Квапу, четко NS банят тех героев, которые пойдут в мид во второй стадии бан. Первый, понятно, Darkseer с Магнусом улетели, Бэтрайдер, Гирокоптер улетели. А, ну, в общем-то, Крейзи уже у нас на Никсе мид, о чем это я? Ну, в общем, сейчас Крейзи максимально облегчают задачу, чтобы не было тех героев, против которых тяжело Никсу. Ну и не знаю, кого еще там возьмут. Исключено, что мы Enchanters увидим от ВП, потому что что-то нужно как-то обезопасить виспу мид, ой, мид, лайн, лес, а это может сделать, естественно, фурк, только какой-то хороший лесник, нет, фурк, к сожалению, этого сделать не может. Темпларка, которую ВП так ненавидят. Ну и, в общем-то... А, то есть ты имеешь в виду какой-нибудь Чена? Да, 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 да. Именно то, что может не просто там фармить лес, а именно драться в лесу сразу с самого начала, прогонять и Шадоу Демона, и Котла. Хотя, конечно, это все посмотрим, как используют. Если это все поставит Jokes on you на легкую линию, вот сразу этого лансера, Шадоу Демона и Котла, но это будет самое вообще плохое, что они только могли сделать, и оставят виспу просто вот все, что угодно. Светлый лес, его отводи в любую сторону, на тмид отводи, вниз отводи, дабл спауны можно даже не делать, можно крепить на два респа, тем самым это, ну, быстрее гораздо получается. Отводя на два респа, ты просто увеличиваешь скорость, тебе не надо ничего стекать, ты просто отвел, следующих отвел, следующих отвел, следующих, последний бан. Я ставлю на Фуриона и Клок. Вот Клок, конечно, здесь будет прикольный. Особенно, если это поставить все на легкую линию, там просто Клоком наперчит нормально. На лайне, устроит. Ну, Клок, скорее всего, будет последним. Сейчас, сейчас у нас четвертый пик, и это. Да, кстати, знаешь, так классно, вот, иметь такого героя у себя, ну, в пуле, как Клокверк, ты можешь вообще не бояться, не банить его, не пытаться его пикать вначале, потому что никто из команд им играть не умеет, так как ВП на данный момент. Его можно всегда смело оставлять на самый последний момент, его точно никто не возьмет. Ну, если, типа, если первый раз им сыграть без подготовки, это будет как Сант первый раз. Он там 0.5 начал, в итоге 8.5 как-то выправился. Это я подозреваю, он уже потренился. И только вот уже, играя им чуть ли не пару недель, у него выходит действительно хороший Клокверк, который то периодически бывает, там, типа, затупы, когда крипы зажимают в когах, или что-то такое, не совсем, совсем вот какие-то мелочи. Да, это профит. Ну, опять же, непонятно, куда этот профит пойдет. Возможно, это профит на хард, профит, который будет, ну, опять же, усиливать триплу. То есть, Хаос-Висп, профит на харде, который в любой момент готов ворваться. Ну, ты знаешь, вот ты сказал, что Инча хороший герой здесь, да? Но вот нужен лесник, очень мобильный лесник, чтобы Хаос с Виспом куда-то врываются, и тут же лесник там же. Если взять Инчу, то Инча там будет не скоро. Нет, смотри, это не нужно для того, чтобы врываются, и Хаос с Виспом, ну, чтобы лесник был там же. Нужно, чтобы Виспу шестой получить. Все, Висп быстро получает шестой, дальше уже пофигу. И дальше уже они вдвоем врываются, плюс фура третий есть. Это уже круто. Нет, ты просто говорил, что, типа, не будет Фуриона, а будет Инча. Так не факт еще, что Инчи не будет. И вообще, что какого-то леса не будет. Фурион может пойти на оффлайн. Вот, взяли Брюмастера. Ну, у Крейзи, я так понимаю, уже не привыкать против Брюмастера играть на миде. Не самый плохой герой, просто его с первым моноберном уже можно лишать маны. У него маны очень мало, и пусть моноберни так много бёрнет, но, тем не менее. Все-таки, я думаю, что либо Рубик, либо Клокрак. Ну да, здесь либо возьмут кого-то на линию саппортом, либо возьмут кого-то на оффлайн. Либо, вот опять же, какой-то такой активный, агрессивный лес. Мне кажется, даже Рубик был бы получше, потому что, не знаю даже почему, мне кажется, что Рубик здесь бы хорошо зашел. Рубик, безусловно, хорошо бы зашел, потому что это... Против Котла он всегда хороший. Сильный на трепле герой, который тоже позволит хорошо вначале. Да, это Клокверк, всё-таки. Ну, теперь посмотрим. На мой взгляд, у Джоксон Ю только один способ против этого всего играть. Это просто идти в треплу на сложную. Если они сейчас станут пассивно, ну это всё, это просто профит, фармящий лес. Клокверк им вообще ничего не даст сделать нормальной, на лёгкой. Он сделает там какую-то непонятную суматоху, всё равно сам нафармит, и у Лансера фрифарма не будет. Он, конечно, Лансеру будет удобно фармить, и хорошо, но крипы будут гулять по линии туда-сюда. И ещё и Висп, который спокойно получит. Ну, сейчас посмотрим, что за последний герой. Это, я так понимаю, как раз Хардлайн остался. Ну, или Солквер. Нет, Джоэм надо идти трипла против триплы, потому что если будет ЦК стоять на лёгкой, то Висп сможет просто пойти к профиту куда-нибудь и быстренько-быстренько там левел нафармить. Ну, в общем-то, не то чтобы плохо, а вот эта бруда, ну, то есть... Вот опять, да, бруду берут под клокверка, смотри. Я не думаю, что это под клокверка, я думаю, что здесь это будет играть против Кси, Айрмана и Энесса. Да, ну нет, всё-таки тизер бруду очень жёстко контрит. Ну, то есть ты считаешь, что бруда пройдёт... А, ну, бруда пройдёт на топ. Да. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Я, честно говоря, вот как-то, когда они пикнули бруду, уже сильно засомневался, что они пойдут вниз котла. Пишут в чате, сколько смотрю трансляции матчей по доте, играют одними и теми же парой десятков героев, которых либо пикают, а другие... Охренеть, включи запись International и найди мне там, пожалуйста, Лансера. Нет, ребят, ну, учтите, есть такое понятие очень распространённое, да, как мода, вот прям вот тенденция. Вот в этот месяц играют вот такими героями. Блин, блин, избитый вопрос, на него даже вот не нужно отвечать реально, потому что его задают каждый раз, и сколько ты на него не отвечаешь, его всё равно будут задавать. Так, просто вот, да, так оно и есть. Смотрим на то, куда кто пойдёт. Так, я чекаю звук. Так, звук, к сожалению, был в доте-тв забагован, но я его починил. Ну что? Ты у меня вторую игру подряд почему-то, вот когда ты говоришь, у меня показывается микрофон перечёркнутый. Да, ну, не знаю, может из-за того, что я с... А, всё, я вспомнил, я же включил, выключить, какая у тебя игре. Точно. Может быть, когда я говорю просто, ты ничего не говоришь, у тебя показывается перечёркнутый микрофон, перечёркнутый микрофон показывается, когда ты молчишь обычно. Не, ну, я тебе говорю, видишь, это бруда, и они поставили... Ну, не ставят сейчас бруду на верхнюю линию за дайр. Они долго думали, 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 и в итоге решили, что всё-таки нужно поставить бруду вниз. Ну, бруда, да, с одной стороны, это не такое плохое решение, потому что она может как-то тут помешать что-то сделать, но сейчас вот НС купил уже... НС всё полностью прочитал. Он купил просветку, он купил два сентрика. Бруда будет терпеть... О, боже. Ну, это, конечно. Ну, вот они пошли в лёгкую линию. Ну, короче, вот так вот шансов у них очень мало. Единственный их шанс – это реально выбить Virtus.pro из морального какого-то спокойствия. Попроси фрихоз. Всё, всё, покинули игру. Тоби-Ван такая. Тоби-Ван себе не может успеть запрыгнуть. Да нет. Он был просто садится в первый канал, а ты туда. Он садится в второй, туда же. Юля, Дота. Да и какая разница, это не принципиально вообще. Лансер-котел – это офигенная какая агрессивная трипа, пишут. Ну да, естественно. Ну, это не самая крутая агрессивная трипа на самом деле. Ну, это можно пойти с лансером Shadow Demon. Ну, понимаете, если они сейчас не пойдут, у них так всё будет плохо сейчас. Вот просто эта бруда, против которой NS купил уже с интрики и даст, всё станет плохо, потому что её будет, ну, просто её не отпустят с линии. Профит фармит в лесу, Никс фармит на миде, Клокверк вообще ничего не даёт сделать на лёгкой линии по-нормальному, там всё время крипы скачут то вверх, то вниз, харассит ракетой. Почему не пикают Спик Тру или Омни Найта? Пикают, но редко. То есть, Спик Тру, не знаю, Спик Тру я видел со времён интернешнала раза два, но Омник Найта, ну, раз 10-15, я этого точно видел. Да, Омни были. Спик Тра тоже пикали. Не, можно сейчас Спик Тру использовать. Спик Тра это очень специфический герой, и пока у неё не будет трёх-четырёх слотов, она вообще бесполезна. Просто, ну... Ничего ей не сделать. У неё эскейпа нет, нюка нет, из-заебла нет. Как бы это... Герой, который не может ровным счётом ничего без шмота. Не знаю, когда разрешат Кентатрак Суэсалу, вопрос к Айсфрогу. Пока инфы об этом вообще никакой нет. Ну, герои... Ой, игроки по этому поводу не очень страдают. Им и так хватает. Да не то, что страдают, но им надо думать, чем играть сейчас. Ну, потому что... Это крутой герой, но этот крутой герой можно взять как вы, как и ваши противники. Игрокам, в принципе, ни горячо, ни холодно. Чеку сетку, может, там кто-то ещё сыграл. Да, TCM Gaming уже в шестом раунде рубится с 3D Max, но во всяком случае должны начинать потихоньку. И вот у нас первый финалист, скорее всего, с этой пары будет определён. А я так чувствую, у нас вообще последняя пара, которая начала играть, и... Вряд ли Virtus.pro кого-то ещё будут ждать. Ну что ж, смотрим. На самом деле, вот честно, мне кажется, что эти ребята так долго тупили, что просто попросили Recoast, потому что так долго тупили. Вот сейчас видите, как Бруда гораздо быстрее всё закупает, идёт на линию. Других причин я особо не вижу. Реально, как бы, вы можете считать, что я какой-то там сильно предвзятый, или вижу где-то во всём заговоры, но реально... потому что я чёрный. Смотрим, как Инесса закупился точно так же, вообще ничего не стал менять, Санта, щиток, и... ну... не, никто его не стал пропуливать. По-моему, на Крызе кто-то там чё-то это... Великая-то... кто у нас? Кси, да, на... Я не знаю, ну что-то, может, там объясняют игроки. Брюмастер отключается. Он вообще герой-то пикнул? Да, пикнул. Брюмастер отключается, а он герой-то пикнул? Логично. Не, ну, то есть, он типа его пикнул, а взял он его вообще, или... нет. А, в смысле, купил что-нибудь? Ну, да, взял его в игру, чтобы модельку занесло. Больше часа ожиданий, рехост, это всё ради 15... Всё, в общем. Скорее всего, так и будет, потому что здесь это очень жёстко. Никс, вот как это всё будет происходить, как я это всё вижу? Минуте на седьмой игры Никс уходит в вендетту, бежит, находит кого бы то ни было, там, двоих, троих, неважно, в лесу, туда тупается профит, и хаос виспом, и просто это разнос. Бруда на нижней линии, скорее всего, до десятой минуты умрёт, и хорошо, если один раз, ну, если всё грамотно сделают, а я верю в то, что у нас всё грамотно сделает. Ну, вот ему тут сразу, просто фура вызвал пеньков, разве что тут ещё тоже можно было бы проесть, и хаос закупился так, что он, ну, как бы фармить с одной стороны, а с другой стороны... А Бруда вообще... Вот этого я вообще не понимаю. Он не воткнул вообще сетку. Ну, как так-то? Пингует, пингует, пингует... а знаешь, почему он не воткнул сетку? Потому что, если он воткнёт сетку, Нес придёт туда, поставит вард, и всё. Так делается как? Ты втыкаешь сетку, туда ставится вард, ты втыкаешь ещё одну сетку, туда тоже вард, ты втыкаешь, как бы, третью, ну, блин, он поставил сетку на то место, где вард. Особо выбора нет, тебе по-любому сетку куда-то сюда надо будет ставить. Ну, привет, Нес передаёт тебе огромный. Это да, это нелогично, конечно. Сейчас Нес пойдёт сделать даблстак и будет отводить, а пока что ты получай люлей. К сожалению, рейдж крип сагрился, этого, конечно, быть не должно. Прошла минута, да, Бруда ни разу не ударила никакого крипа, зато съела танк уже. Не, здесь засада, и вот Клокверк выходит, а здесь ещё каким-то образом, нет, мне показалось, что два ранжа осталось, но на самом деле нет. Застейкивает крипов Shadow Demon, Клокверк вроде себя чувствует неплохо. Оп, манку сожрал Shadow Demon. Сбил что ли? Кларити или что? Не, он просто поставил и манку. Клоги, Клоги. Да, Shadow Demon боится, надо выходить, ставить и пытаться этого Клокверка пинать. Здесь, конечно, ну, Висп пока что просто на линии стоит и рифт профи уже сюда летит. Есть ли мана на стан? Стан на 2 секунды. Ну и всё, тут два. Ну, о чём и шла речь? А вспомните, пожалуйста, те, кто смотрел интервью команды Virtus.pro и вообще, сколько я раз говорил, вот против кого нельзя ни в коем случае умирать на лайне? Против Виспа и Хаоса, потому что Висп уже получает второй. Он тем более захиливается веткой и Кларити, тем самым восстанавливая всю ману Хаосу и Хаос покупает сапог. Ну, короче, это всё очень плохо. Клокверк при этом имеет уже почти третий, он чуть-чуть отстаёт от Лансера и его вообще никто здесь не харасит. А котёл просто-напросто, я не знаю, что делает котёл, но он первого левела до сих пор. Рифт. Ух, просветка. Рифт. Стан на 2 секунды. Ну, пропёрла ещё на станчик двухсекундный. Я, кажется, погорячился. Я говорил, что она два раза умрёт, но два раза она уже умерла до третьей минуты. Ну, это была явно, конечно, да, борода. И ЦК весь почти четвёртый. На второй минуте. Четвёртый герой на третьей минуте ни одного отвода не сделал. Даже, даже не парился что-то там в лесу делать. Просто спокойно всё чувствует себя. Укси базилка. С базилкой подкрепливать будет легче. Можно вообще запушить эту бруду. Ну, короче, здесь вообще не поняли то, что нужно делать, по-моему. А может быть, и поняли, но как-то их задумка не оправдывает себя. Так, лансера захиливают. Лансер тысячу монет нафармил. Не знаю, что он хочет нафармить, пока что у него ничего нет. А ему по-любому что-то нужно будет купить в скором времени, потому что здесь висп потихонечку, помаленечку. Вот, кстати, даблстэк все-таки сделал, видимо, когда-то НС, либо ему помог профит. И сейчас висп получит себе еще немного экспы. Полезно? Бруда приходит. А у бруды нету сетки. У нее до сих пор второй, нету третьего левела, поэтому у нее такая вот одна сетка поставлена подвышкой, одна сетка поставлена снизу. Да, тут, конечно, печаль, печаль. Печаль печальная. Второй шадоу демон, второй котел и четвертый клокверк. И, по-моему, нет. Я уж хотел сказать минус брюмастера, но не хватило маны на... Да, собственно, в любом случае он доминирует над брюмастером. То есть у них равный крипстат. Посадили, соулкетчер. У Санта определенные проблемы. Да, но это сейчас трипл килл просто от профита. Дабл килл. Нет, третьего добить не сможет, наверное. Ботинка нету, да. В итоге клокверк, я так понял, убил одного. Так, нет, шадоу демон был убит и Кси убил котла. Ну вот он профит, то есть он еще и здесь. В итоге клокверк, 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 клокверк. У нас четвертого с половиной левела. Здесь уже пятый профит и у профита уже урна, то есть он так и будет гангать, гангать, гангать. Почти пятый висп и Никс, который не дает брюмастеру сделать ничего. У него маны нету на клэп даже. А Никса все отлично, у Никса сейчас будет шестой. Ну и лансер, который 1600, я не знаю, и имеет ли это смысл. О, еще отвод делает Санта. Ну я говорю, тут не дадут. Даблстэк, который, кстати, сделала команда Джой, он использует как раз вот для того, чтобы... О, брюмастер покупает банку, приносит себе бутылку и все равно ничего не помогает. Пятый висп на пятой минуте. Это плохо. Ракета. Лансер остается 200 хп всего. Котел тут начищает. Нормально так. Но зато Санта смог отвести все-таки крипов и потихонечку двигается к шестому. Профит влетает. Минус бруда. Просветка. Стан всего лишь на одну секунду. Попытка уйти. Нет. Хаос не отпускает. ИНС сейчас захилится бутылкой. ИНС купил бутылочку. Захилится бутылкой и Хаос еще параллельно отхилит. Да, выпивает. Раз заряд Хаосу. Пошло восстанавливаться хп. И еще один заряд бутылки. Да, печально все на самом деле. Вот эта бруда и... непонятно вообще зачем идти на легкую. Давайте идти легко формить цикарь. Ну да. Я согласен с тобой. Я говорю, они просто не поняли, что вообще нужно... В итоге Клокверк 6 и... и... Висп 6. Висп почти или уже? Ну нет, еще не 6. Ну и то, и другое. Почти. То есть у Клокверка остается там один крип. Ну, Виспу чуть подольше на самом деле. Ну, Виспу 2 минуты еще. А вот Никс купил себе Арканцы, сейчас забузит бутыл и можно бежать куда-то гандрить. А вот Никс 6, кстати. Все. Никс 6 и Никс готов. Вообще, как у Virtus.pro все ровно получилось. 6-й Хаос, 6-й Никс, 6-й Висп, 6-й Профит и 6-й Клокверк. Все примерно ровно. А здесь 6-й Лансер, третий. Shadow Demon, третий. Сейчас будет, дай бог, четвертый котел, только 6-й Брюмастер и Бруда тоже третьего левела. Ну, ты посмотри по количеству экспы. У ВП 11 тысяч, у... Джоев 6,5. Да, да, да. В два раза. Санта 6. А еще, кстати, Клокверк тоже так вот с Хоуком, он же преодолевает большую дистанцию, он реально может сейчас кого-то забодать. Хаос. Ну, он сейчас рвается в Shadow Demon, например, да, и тут же портуется ну, фура и... Ну, подвышку не стоит, конечно, так рисковать. Сейчас просто Клокверку этому 6-му взять и умереть, это будет совсем не то, что нужно. Вот, вот он пришел. Гражданин. Crazy. Успел... Ну, вот все, это Minish Shadow Demon. Да. Карапаси. Стан, причем Стан, нет, по одному попадает, накачка, очень больно, Crazy. Санта там танкует подвышкой, все попадают на Коги, Стан, отличный. Ой, Nature Prophet убивает Phantom Lancer, Никс все еще здесь, в никуда абсолютно кидает свой клэп. Брюмастер, Карапаси, неплохо живет. Коги великолепные от Санты хорошие. Минус вся мана, у Брюмастера. Да. А снизу терпит Бруда. Ну, нет, на самом деле, там не было Виспа, Висп вообще где-то находился в другом месте в этот момент. Висп взял хосту, Висп наверх шел. О, нигде... Висп шел за халявным шестым левелом. Да, думал, что там потребуется помощь. Ну, все очень хорошо сделали, и Карапаси вовремя, и Санта с Когами очень хорошо. Ну, опять же, вот Санта, Коги эти ставят прямо вот как надо. Все очень четко. Причем, сейчас так они с Крейзи четко встали. Я уверен, что Санта сказал, мол, стань рядом со мной, сейчас врублю. Врубил, и Брюмастер попался на Коги. И ТП Брюмастер сделал на Коги. Ну, с какого там левела? Они уже вторые, интересно, были? Или первые? Ну, в любом случае, он, короче, лишился от 160 до 240 маны. С его-то монопулом и то и другое это печаль. Висп с Никсом. Зачем гангать с Хаосом, когда можно гангать с Никсом? Нет, не пошел. Вот Хаос восьмого левела уже. О, ИНС пингует, видят. Шадоу Денон. У нас 6 экспина. 6. А, у него 6-ого-то еще нет. Ну, вот, мне кажется, чем 6. Крип третьего левела такой стоит. 568 хп, закупочка, богов. Все, шестой левел. Ну, здесь нужно масс-просветку, вот у него одна есть. Пока вроде бы не хватает. Хмммм. Что-то пингует кто-то. из Джоя. А, это пруда пингует. Типа, помогите, ребята. Помогите. Спасите. Висп унижает с Хаосом. Минус Лансер. Так, полетели. Полетели на Лансера, задели. Да, поняли, где он? Санта Хук. Успеют ли забрать? Он танцует, танцует, танцует. Ах, Санта попал в Венеса. Нет, в Кентавра попал. Кентавра бы застанила, нет? Нет, на нейтралах не действует. А, все, понял. Ну, поняли, где, но поздно. И Санта, на самом деле, правильно кидал, но Кентавра почему-то сагрилась уже к этому моменту. Там то ли чем-то зацепила Кентавра. В общем, получилось так, как получилось. Вон, Вис уходит. Регенерация. Ну, здесь ушли. Так, а Вин? Здесь зато можно вышку забрать. Там Брюмастера атакуют. А, я знаю, кажется, почему. Хотя, не, не знаю. Ладно, забирают вышку. Бруда, Солринг, сапог, 0-3, все плохо. Профит Гем купил только что. Профит, кстати, такой ганкер с урной. Ну, Ну, у Кси две сборки. Не, ну, несколько, на самом деле. Но, в основном, это, типа, терпеть с Мидосом. Просто, Санта уходит. Я не знаю, как там его гангали, но, как-то, видимо, не очень хорошо. забавно, при всей его вот этой ганг, ганг, да, сборке, он почему-то замаксовал. Смотри, здесь, Никс, раз, два, три, Карапасе, шалдау демона застанивает. Да, все очень четко, сделал Крейзи, еще застанивает. Лансера. 9-1. А кого убили-то вообще, забыл. А, Слушай, а он купил себе гем, а кому он его отдал-то? Хаосу, наверное. Да, хаосу там был, видно. Опа! Здорово! Это 0-4. Да, это 0-4. Там уже урна пошла. Вообще, даже из стану не вышло. Ну, в общем-то. Там хаос просто был на мейне, и вернули Куру. Добивает пауков. Бруде теперь совсем тяжко. Лансеру будет тоже очень тяжко. Вот он так вот собрался, фармит быстрые диффузы. Ну, может быть, это и правильно, но здесь уже реально... Здесь непонятно, что вообще поможет. С таким преимуществом, и вот с таким исполнением. Ну, видно. Увы. Ну да, уже 10 тысяч экспы за золото. Вот, конечно, с нотой хантерами было бы поинтереснее, если бы там все у них было в порядке. Конечно, жаль, вот реально жаль, что не было, потому что дальше непонятно там, кто будет, но, скорее всего, следующий соперник будет тоже такой. Пошли выбивать гем, смотри, масса. Выбивать гем? Сейчас возьмем неколичное слом. Можно, можно, можно выбить, на самом деле. Конечно, можно. Можно улететь, просто. Как же так? Спас, спрятали, прервал ему ультимейт, шадоу демон. Да нет, здесь просто, смотри, сейчас. Бам! Стан! По-троим, нет, по-двоим. убивает, доминейтинг у Никса. Никс, мега-килл, поднимают воздух, локверк, он продолжает тарактеть. Пока же никого не убили. Висп еще и бруду там где-то смог зарезать. Все, и Брюмастер тоже заканчивает своего ульта, тут же стан. Стан на 4 секунды. Блин, как Крейзи рассчитал. Как Нави на 13-й минуте гг напишешь? Нет? Да нет, я думаю, не напишешь. В этом же месте, кстати. Крейзи прям просчитал с точностью до секунды, потому что он начал давать стан еще до того, как Брюмастер... Ну, не знаю, может, это, конечно, лак, но прям так выглядело неплохо. Хорошо сейчас Shadow Demon сыграл, но здесь уже больше перефарм, но просто такое преимущество, что уже ничего не сделать. Ой-ой-ой, хукшот и запирает Shadow Demon, там зацепили тем временем котла иллюзий, Shadow Demon. Сант, правда, очень битый, Санта. Использует стики, ух, выживает Санта. Санта, Санта, какой вообще... Кто здесь гангает? Брюмастер! Нет, Санта уже отхилили. Хороший Клэп. Отличный просто. 6-0 Никс, 4-0 Профил, 2-0 Висп, 2-0 Хаус и 0-1 Санта. 0-1. Это непорядок. Кстати, у Лансера это, между прочим, 75 крипов и Лансер реально неплохо фармит. Но, опять же, они так сильно неправильно поставили все это дело, что не имеет никакого значения. Будь у него хоть 100 крипов, ну, сейчас он отправится в таверну. И Клокверк забирает первый килл. Как бы это дико не звучало, но он делает это. Хочет худ себе, Санта. Догон здесь уже у Никса. Ну, а че бы и не Догон. Да, парни явно победили за счет пищевого отравления предыдущего. Да, ну вот Никс Брюмастера это, конечно, не убьет. Минус, минус Бруда. Догон и Монобёрн. Да, даже уже не пробивая из Вендетта просто вот так вот. сниз действительно Минус Бруда. Я там смотрел на миде, как Крейзи разбирается. Даже Карапаси не использовал. Потому что нахрена нам нужно, если там уже все. Если там уже ГГ. Мне вот интересно, а вообще вот таким вот пиком, так расставив лайн, были какие-то шансы или нет? Но опять же, если бы это там были не Джой, а ИДжи, мне кажется, реально что-то могло получиться, потому что Лансер вроде как сильный, и Бруда в принципе на хард, и Брюмастер на миде тоже. На мой взгляд, Бруда бы в любом случае проиграла вот этот свой лайн. Когда просто Виск закупает просветку и два Сентряка, а Бруда даже идет и не ставит ни одну сеточку, то есть никак даже не видит, куда этот Сентряк воткнул. Хотя НС ей показал, по-моему, сразу, там врывается фура, врывается хаос. Бруда такая в панике просто, тп, тп. Нет, там Клокверк не отпускает, Клокверк продолжает ее бить, Nature Profit, отличный ульт, минус Бруда. Карапасик не нужен, потому что Никс просто-напросто с догона вырезает Брюмастера. 22 на 1. И как написал тест, совершенно справедливо в чате, более часа ожидания рехост из-за игры на 20 минут. Да. Но вот я говорил об этом еще 3 часа назад, что негодование Несса по этому всему поводу, оно вполне скономерное и справедливое. Кстати говоря, я считаю, что вот такой вот хаос и висп, ну вот во многом благодаря ему играть стало легче, то есть вот такие матчи. То есть ты реально можешь взять хаоса виспа и быстро закончить игру там. Вот реально, а какими героями еще вот так, настолько быстро можно так задоминировать именно вот вот так легко. То есть 22-1. 22-1. Ну раньше ликан еще был. Да, ликан тоже. Ну ликан это банили всегда, а хаоса виспа, ты видишь, не всегда банят. Есть и более интересные герои. Что-то Санта нафитил 0-1. Не, у Санта уже 1-1. Все нормально. О, о, о боже. Второй драгон. Да, когда лансера, у которого есть ультимейт, и вроде как небольшой резист к магии вот так вот проблевают, и вроде он 10-й, это, конечно, уже совсем плохо. Причем где, посмотри. Не, к рейзи такие игры, конечно, на пользу не идут. Вот поэтому я рад, что нету никаких там импайр, ну потому что все-таки я немножечко опасаюсь, что сейчас вот какой-то серьезный соперник и все-таки не так много опыта у Олега и да, он там может тащить, но вот немножко потеряв так расхолодившись такой Ну у него уже третий догон, куплен. Ну сейчас понятно. Опа, бруда. И сетка на кулдауне. Какой подарок? А, то, что тут хаос-кнайп с гемщиком бежит. Тут как бы сетка не поможет. сетка, чтобы сломать деревья хотя бы. Ну то есть там ты вообще, так она хоть бы куда-то убежала, может быть висп телепортнул бы хаоса, ну это, конечно, тоже так. Ну а тут сетка на кулдауне, и просто тебя профит запирает в пеньки, а тебе сломать их нечем абсолютно. А, ты просто чтобы закрыть деревья, ну да. С этим я согласен. Никс, да, уже с третьим. Он несет себе, видимо, третий догон, но с третьим догон, мне кажется, он даже брюмастер может быть. забавно купил себе аргат, что ли? Тут некрономикон, некрономикон, догоны летят в куре. Надо всем догон просто собирать уже и идти месить. Но хочет некрочи, некрочи тоже правильно, чтобы дожать эту игру, тем более, видишь, я говорю, они гг не напишут. Нави-то написали, потому что для Нави это просто, ну, это не грая, это гг. Для этих ребят-то это опыт, опыт, очень бесценный. Вдруг яд подействует и... А вдруг еще кто-нибудь отправится. И кого-то еще можно будет обыграть. Блин, короче, Никс не смог ничего сделать, зато лансер очень больно. Праймал сплит, БКБ, всех заперли, все в артстайла, Никс минус шадоу демон, Санта там никого не выпускает, просто смотри, закрыли этот выход, никого не выпускают, ни брюмастера, вообще. Висп в воздухе, 2-1, дает Мекку, можно отпускать хаос, отпускает хаос, улетает черт знает куда, на мид, брюмастер отпускает, но брюмастера опять сажают в тюрьму, брюмастер за решеткой в темнице сырой, по Санте бьет вышка, орел молодой. Всем рифа, пацаны. 11-0, crazy. Нет, соло-мидер так и должен играть, то есть, вот там, посмотрите на Дэнди, ну, посмотрите там, на Года, то есть, вот так он и должен, прям вот супер агрессивно, но опять же, эту грань, ее так тяжело почувствовать, вот после такой игры, я не знаю, как ее вообще почувствовать, когда ты просто 11-0, ну, вообще, тебя никто даже близко не мог убить. но это Никс, не зря его все банят. ну, 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 типа того, 28 на 1, хаос, рифт, второго левела, пытаются добить мышку, рифт, кого, в коня, конь минус, панди больно, получает догон, моноперн, запирает панду, опять в клетку, панда попадает на клетку, хаос убивает шадоу демона, профит уже здесь, у профита есть третий некрачи, вызывает третьих некрачей, это же круто, вызывает третьих некрачей и просто уничтожает лансера с руки. Все, минус груда, на фонтане, короче, уже. Ну, теперь же надо ГГ писать, ребята, ну, будьте бы человеком, 12-0, 12-0, crazy, 7-0, да что, ГГ, там, ты думаешь, следующий соперник уже определился? Там-то плотные замесы, потные, я бы сказал. Плотные, плотные замесы и могут быть вполне, две стороны сразу ломают, ГГ влплей. Все. Я говорю, тут даже ГГ, в общем-то, можно и не торопиться, особо, потому что, скорее всего, следующего оппонента нет, что-то мне подсказывает. стримишь паблик. Ты с 4-1, где такое в паблик? Да, это на самом деле, такой тонкий-тонкий, емор. Ну все, все ливанули. На Virtus.pros играли игру с болельщиками. С болельщиками команды Нотайдхантера. Отравители, блин. Нет, нет. С участковым врачом. Нотайдхантер. С участковыми врачами. Врач пришел, и, короче, пока там лечит лоду, сел в дот катнуть. Да, больной, лежите, покатились. 1-6, 0-5, 0-7, 0-7, 0-10. И наоборот, все к нулю. Вот если Псан-то не умер, это было вообще. Кси-кси написал.